Похоже, заканчивается борьба за украинские железные дороги. Больше года министр инфраструктуры Владимир Амелян и теперь уже бывший глава Укрзалезницы Войцех Болчун выясняли, кто же на железной дороге настоящий реформатор. В результате Болчун ушел. Министр говорит, что он просто сбежал из Украины. Кстати, так и не отчитавшись о своей работе в компании. А отчитываться там есть о чем. Укрзалезницы называют одной из самых больших коррупционных кормушек в стране. Например, по оценке того же Амеляна ежегодные потери от коррупции на железных дорогах минимум 10 миллиардов гривен. Состояние компании после Болчуна министр оценивает как наихудшее за последние 25 лет. А вот своему бывшему первому заму и нынешнему ИО главы Укрзалезницы Евгению Кравцову Амелян обещает полную поддержку, если тот покажет результат. Кравцов перешел на работу из министерства в Укрзалезнице еще в августе. И спустя месяц работы уже можно говорить, если не об итогах, то хотя бы о понимании, что на железных дорогах можно изменить в первую очередь. Алексей Пшимызский продолжит тему. Старые вагоны, советские локомотивы, душные разваливающиеся электрички. Поставить многострадальную укрзалезницу на европейские рельсы должен был Войцех Болчун. Успешно руководивший польской железнодорожной компанией ПКП, он пришел в кресло главного железнодорожника Украины прошлым летом с грандиозными обещаниями. Европейский сервис, новые вагоны, модернизация. Но вместо новых составов украинцы увидели локомотив скандалов. Я сюда приехал, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Это не компания, а с вероятностью велосипедия. Болчун винил министра инфраструктуры Амеляна в давлении, а тот вменял поляку работу по старым коррупционным схемам. В итоге в начале августа Болчун написал заявление, а на днях, по данным журналистов, польский легионер вернулся на родину. А временно исполняющим обязанностью руководителя теперь стал бывший глава наблюдательного совета укрзалезницы Евгений Кравцов. Начал работу громко. На взятки в 70 тысяч долларов был задержан один из топ-менеджеров компании, обещавший продать крупную должность за 300 тысяч. Для себя я поставил одним из первых приоритетов это очищение компании от неэффективных работников и откровенно коррупционных работников. На горячем был задержан один из коррупционеров, которые работают внутри компании. Это очень важный сигнал не только для общественности, но и для самих работников компании, что никого неприкасаемого в предприятии нет. Именно из-за коррупции укрзалезницы ежегодно теряет до 15 миллиардов гривен. Новый глава компании обещает не только побороть ее, но и полностью реформировать украинские железные дороги за 5 лет и 5 миллиардов долларов. Более 5 миллиардов долларов должны быть проинвестированы за счет, прежде всего, собственных средств укрзалезницы от эффективной экономической и финансовой, от эффективной хозяйственной деятельности в подвижной состав, в инфраструктуру, в новые вагоны и локомотивы. Приоритет мы отдаем как раз подвижному составу. Это как грузовые, так и пассажирские вагоны, так и локомотивы. До конца года в компании планируют приобрести 50 новых вагонов украинского производства, а в ближайшее время объявят тендер на покупку 2500 грузовых вагонов. Стоимость перевозки проиндексируют, а вот формировать цену пассажирских билетов будут по-новому. В этом году мы не планируем повышение стоимости билетов. В следующем году мы будем говорить о том, чтобы разделить классы вагонов и классы пассажирских поездов. И те классы, которые предоставляют наилучший уровень сервиса, премиальные классы, у них мы будем стараться получить право на либерализацию. Те же вагоны, те же составы и направления, которые обслуживают население, которые обслуживают наименее защищенные слои населения, является так называемым социальным сегментом. Они должны оставаться в обязательном порядке регулируемым государством. Но главный вопрос, не превратятся ли очередные обещания реформ в новую череду скандалов. Главным вызовом для нового руководителя компании станет не только борьба с коррупцией, но и обновление топ-менеджмента укрозалезницы. Новых людей Кравцов обещает представить, как только Кабмин утвердит его в должности руководителя.